не ну кто бьет по нефти конечно было 115 никто таких вопросов не задавалась такого буду на на 115 а сейчас значит кто бьет по нефти ну услуга вас предложение нефти превышает спрос на 5 7 миллионов баррелей в день ну американцы увеличили добыть шланцевой нефти там за три года на 70 кто умрет ну нам обещали что его не будет не там со сланцем очень интересная ситуация потому что то технологии которые они используют сейчас она по моему в средине 15 года попадает под мощнейшие ограничения даже в штатах из-за урона якобы наносимого окружающей среде но пиндос они такие народ изобретательные они уже оказывается полтора года тестируют до плазменный разрыв не гидроразрыв а плазменный разрыв воды вообще не нужно и химикаты не нужны плюс это где-то минус 15-20 баксов себестоимости минус за минус за вычетом поэтому я бы особо не надеялся на то что сланец умрет и газпром воспрянет как птица феникс мне не будет плюс они еще сейчас добились такого невероятного стоимость ветровой и солнечной энергии у них стало ниже чем газовый это при том что у них очень низко стоимость газа в штатах поэтому я бы особо не рассчитывал на какой-то там смерть свой или конец ланцевой революции но что нефтехимия но ее нельзя заметь ветром но слушайте если у вас на нефтехимию тратится где-то 55-60 процентов всей добываемой нефти газа но уберите 40 процентов и чё будет судит и снова вернуться к своим любимым верблюдам а мы мы будем как нам завещал великий дугин водить хоровод по золотому кольцу в лаптях я не шучу так говорил ну поскольку генератор росте подтверждена технология уже всеми она не может существовать потому что не может существовать нам так сказали великие ученые но ведь те же великие ученые которые менее великие частности из нобелевского комитета провели эксперименты независимые технология работает ну это пойти холодный синтез так называемый транс мутации она понимаете она еще была известна алхимиком простым растением рачкам поэтому чудить на этом нет ну там доказанный факт рачков кидайте в ванну где один солевой раствор они не могут при нем расти через две или три недели смотрите рачки гады стали расти солевой раствор поменялся в холодный синтез чистыми ну и все генератор оси просто разновидность а тогда технология работает удельная дельная мощность в несколько раз превышает ядерной станции атомной станции вот и все поэтому а я честно говоря он держит там секрете но в частности это не какой-то ну ну слушайте у нас и кто не работает над генератором россии у нас же есть по моему да у нас же есть комитет по борьбе со лженаукой академии наук и все наши ученые ведущие не раз заявляли что все это бред силы кобыл это не может быть потому что не может быть все поэтому нас над этим никто не работает да 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 кстати вы знаете вот говорят духовный духовно это синоним чего не в курсе это синоним но вонючий смердящий кроме шутка